Вот ты зря смеешься, зря ты смеешься, ничего смешного, все очень серьезно. Ты понимаешь, люди развелись. Ну, не смешно на самом деле, аллергия, аллергия на жениха, ты представляешь? Что смешно, говорю тебе, официальный диагноз, подтвержденный, сначала думали, что это на парфюм, потом уходовое средство все поменяли, парфюм отменили, но она только видит этого Евгения, сразу же глаза слезятся, насморк, понимаешь, аллергия типичная. А уж если поцелует, там вообще все, труба. Ну и все, развелись. Аллергия на любовь, это же так романтично, понимаешь? С чего так удивляться, аллергия, она вообще на все что угодно может быть. У меня, например, тоже аллергия на очень смешливых людей, которые не смеются. Смех без причин, знаешь, как называется? Признак дурачей. Ладно, не обижайся. Пьешься. Да, честное слово, но не обижайся, Ксюш. Аллергия, это и правда такая штука, но с ней шутки-то плохи. От аллергии, может быть, и даже любовь-то не спасет. Вот, а я тебе о чем говорю? А что от нее спасет, мама? А вот это уже не быстрый разговор. Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире программа «Научиться лечиться». И с вами мы, Ксения Степанова. И Максим Самаров. Можно в мире найти что-то такое, что-то такое, на что ни у кого нет аллергии? Не знаю, надо подумать. Но, в принципе, аллергию может вызвать вообще все что угодно. Ведь что такое, по сути, аллергия? Это избыточная реакция иммунной системы на определенные вещества. А уж это что за вещества? Нужно разбираться. А симптомы? С симптомами тоже все как-то вот так же, как и с веществами. Их много, но, пожалуй, можно рассказать о самых главных и типичных. Самое типичное – это чихание, насморк, покраснение глаз и слезоточивость. Правильно? Правильно. Ты описала типичный поленоз. Аллергия на пыльцу. Каждой весной в каждом третьем носу в мире. Сегодня процент населения земного шара, страдающего от поленоза, варьирует от 0,5% до 39%. Заболеваемость поленозом во всем мире удваивается каждые 10 лет. Чаще болеют лица от 10 до 40 лет. Основные проявления поленоза – воспаление слизистых оболочек, преимущественно дыхательных путей и глаз, связанное с периодом цветения определенных растений. Теоретически, аллергическая реакция может существовать на пыльцу любого растения, но, как правило, ее провоцирует пыльца ветра, пыляемых деревьев и трав. Впрочем, есть и хорошие новости. На Земле несколько тысяч распространенных видов растений, и только около 50 из них производят по-настоящему аллергенную пыльцу. Растения с яркой окраской и приятным запахом редко вызывают аллергию. Как правило, начинается поленоз уже 8-11 лет. Мальчики болеют в детстве чаще, чем девочки, но к совершеннолетию девочки догоняют, и данные по заболеваемости выравниваются между полами. На распространенность поленозов влияет ряд факторов. Природно-климатические условия – распространенность поленоза значительно выше в южных регионах. И экологические условия – городские жители болеют в 6 раз чаще. А вот это странно. В городе же гораздо меньше растений. Почему так? Ну, Ксюш, в городе экология плохая, и пространство избыточно стерилизовано. Так что все логично. Значит, надо просто реже выходить из дома. Ну, это сработает, если ты только живешь выше седьмого этажа. Туда пыльца, как правило, долетает в меньшей степени. Тогда надо держать окна закрытыми. Тоже не факт, что поможет. Контакт с домашними аллергенами тоже может вызвать аллергический ренит. Часто причиной становится пыль, шерсть домашних животных, плесень, сигаретный дым, даже парфюмерия. Аллергия часто носит перекрестный характер. Начинается, например, аллергия на пыльцу, а дальше по накатанной и на кошку, и на парфюм, и на крем для рог. Это я по себе знаю. Совершенно верно. Да. А как понять, что у тебя именно аллергия, скажем, не элементарная простуда или грипп? Ну, для обывателей бывает довольно сложно отличить одно от другого. Есть несколько опорных пунктов. Симптомы начались и закончились в течение нескольких дней? Это чаще всего ОРВИ. Можно задуматься об аллергии, если, например, мы жили в каком-то доме 7 дней, потом съехали оттуда, и нам стало лучше. Понимаешь, о чем я? Да, кажется, я понимаю. Аллергия продолжается, пока действует аллерген. Если деревья цветут с апреля по май, то столько же будут длиться симптом аллергии. Точно. И потом, при аллергическом насморке нет температуры. У пациента активно выделяется из носа прозрачная жидкость на протяжении всего периода обострения. Иммунная система считает, что пыльца – это враг, и пытается ее смыть. При вирусных же инфекциях выделяемая износа становится более густым, меняется его цвет. При аллергии ничего не меняется. Из носа равномерно все течет и течет. Ну и характерный зуд в носу, чешется же. Да, для аллергического насморка это постоянное состояние. Ты мне знаешь, что объясни? Вот почему у одних аллергия на все подряд, а у других аллергии вообще никогда не бывает? А вот на этот вопрос ответ точно не знает никто. Но исследования по этому поводу ведутся постоянно. Ксюш, внимание на экран. Феномен фермы напрямую связан с иммунной системой человека. По мнению ученых, ребенок, с раннего детства выросший в сельской местности, имеет больше шансов не заболеть аллергией. Объяснение этому феномену – контакт ребенка с рождения с огромным количеством микроорганизмов, которые стимулируют иммунную систему к защите от внешних раздражителей. Что касается городской среды, то здесь, по мнению специалистов, источников аллергии намного больше. Частый пример – домашние животные. Чаще, конечно, болеют дети из-за того, что родители с рождением малыша заводят домашнего питомца, а дети – наиболее восприимчивы к аллергическим реакциям. Однако считается, что если беременная женщина проживает в одной квартире с кошкой или собакой, то риск развития аллергии на собаку или кошку у ребенка будет ниже, чем заведенное животное потом уже после рождения ребенка. Поскольку аллергия – это хроническое заболевание, то существуют общие методы ее профилактики. Режим труда и отдыха, правильное питание, отсутствие стресса и курения. Но самый лучший способ, по мнению специалистов, – избегать контактов с источником аллергии. Как таковой прививки от этого заболевания не существует. Лечат с помощью аллерген-специфической иммунотерапии. Подходит, например, для тех, у кого аллергия на домашнюю пыль или на пыльцу растений. Это когда под наблюдением врача-аллерголога пациенту расписывается курс лечения. Вводятся в организм либо подкожно, либо сейчас есть сублингвальные формы, это очень удобно для амбулаторного лечения, чтобы не прекращать работу. В небольших дозах вводятся в организм аллерген, стимулируя защитные функции иммунной системы к настоящей будущей встрече с причиннозначимым аллергеном. Впоследствии организм становится более устойчивым к источнику аллергии. Как итог, пропадает яркая аллергическая реакция. Ну вот, теперь мы знаем об аллергии все. Ксюша, никто не знает об аллергии все. Да и как можно о ней знать все? Аллергическая сыпь, контактный дерматит, пищевая аллергия, анофилоксия. Анофилоксия что? Что это такое? Ну как, анофилоксия попадает в организм внешний или внутренний аллерген. Скажем, кусает человека насекомое. И для одного человека это безобидная мошка, а для другого это сильнейший аллерген. Организм человека бросает все силы на нейтрализацию аллергена. Сосуды расширяются, кожа краснеет и воспаляется. Появляется даже отек. Ой, что делать тогда? Да как что? Скорую вызывать, причем немедленно. Потому что отек может очень быстро распространиться на слизистую, сужается просвет дыхательных путей, и человек может просто задохнуться. Какой кошмар, какой кошмар, а? Вот именно. Но даже если аллергия протекает в более легкой форме, все равно неприятно. Взять, ну, хотя бы аллергическую крапивницу. Она может выражаться в виде средних и больших пятен и волдырей на коже, которые имеют обыкновение сливаться друг с другом. И все бы ничего, но чаще всего крапивница вызывает нестерпимый зуд. И здорово может отравить жизнь. Внимание! Отмахиваться от подобных симптомов ни в коем случае нельзя, какими бы несерьезными они вам не казались. И, кстати, что будет, если аллергию взять и вот не лечить? А вот об этом, Ксюша, давай спросим у доктора. Здравствуйте, Владимир Евгеньевич! Здравствуйте! Очень рад вас видеть. Здравствуйте, дорогие телезрители! Владимир Евгеньевич, почему нужно лечить аллергию? И что будет, если этим не заниматься? Что есть аллергия? Это антитела. И если, допустим, к примеру, у меня была совсем недавно аллергия. Я пил лимонный сок утром, днем, вечером. На определенном моменте у меня начали чесаться ноги. Я обратился к одному специалисту, к другому, и не сказал, самое главное, да, что я пью лимонный сок в неимоверных количествах. И так я чесался, чесался, чесался. И в один прекрасный день меня осенило. Я сказал себе, Владимир Евгеньевич, что вы делаете? Не пейте лимонный сок. Не пейте лимонный сок. И я перестал пить лимонный сок. И мне стало лучше. Потому что я вот эти рекомендации аллергологов, дерматологов, я их все выполнял, 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 но они не очень сильно помогали. Но как только я перестал пить лимонный сок, сразу все подействовало. И кожа перестала чесаться. И исчезли вот эти красные пятна на ногах. Фу. Представляете? То есть основной способ лечения аллергии – это исключитель аллергии. Да, это ее исключение. Но для того, чтобы исключить аллергию, нужно понять, а от чего аллергия? Что нужно в такой ситуации делать? То есть врач-аллерголог проводит аллергопробы. Причем сейчас, если еще вчера аллергопробы, да, то есть царапали руки, ноги, да, то сейчас же это делается гораздо проще. Выявляют аллергены по анализу крови. Что можно сказать про аллергию? Аллергия – это же антитела. Из чего делаются антитела? Из белка. Это колбаса, мясо, рыба, творог. То есть надо поменьше из белка? То есть для того, чтобы уменьшить проявление аллергии, да, необходимо, конечно, рационализировать питание, да. И питание больных с аллергией, оно уже достаточно такое простое и скудное. Это там каши на воде, да, это там какие-то там простые чаи, да. То есть это все очень просто. Для чего это нужно? Для того, чтобы вот эти антитела, конечно, чтобы, потому что самое плохое в организме, при уменьшении поступления в организм белковых продуктов, они начинают преподать в первую очередь. То, что нужно, всегда остается. А антитела для аллергии, мы все-таки надеемся на это, они снижаются первыми. И в результате что мы имеем? Лечение аллерголога раз, рациональное питание два, свежий воздух три и здоровый сон четыре. И аллергии... нет, аллергия побеждена. Будьте здоровы, берегите себя. Макс, мы же еще ничего не сказали про аллергию на солнце. Расскажи скорее, давай. Ну, начнем с того, что несмотря на существование термина аллергия на солнце, солнечные лучи сами по себе не являются аллергенами. Наоборот, солнечный свет в безопасных количествах обладает благоприятным влиянием на организм человека. Повышается настроение. Да, солнечный свет способствует усвоению витамина Д, как мы знаем. Совершенно верно. И вообще стимулирует иммунитет. Лишь при взаимодействии ультрафиолетовой составляющей солнечного света с каким-либо веществом, находящимся на коже или в коже, появляется соединение с антигенными свойствами. Именно эти соединения, а вовсе даже не солнечные лучи, вызывают симптомы аллергии на солнце. Врачи называют такое заболевание фотодермит. Появлению фотодерматита способствуют внутренние и внешние причины. К внутренним причинам можно отнести хронические заболевания печени и надпочечников, некоторые нарушения обмена веществ, сбои в работе иммунной системы. Следует также отметить склонность к фотодерматиту людей со светлой кожей. Внешние причины – это влияние на организм веществ, которые можно разделить на три большие группы. Это вещества, выделяемые растениями, такими как борщевик, например, все знают. Сюда же отнесем компоненты косметических средств – ретиноиды, борные салициловые кислоты, фенол, много чего еще. Ну и лекарственные препараты, конечно. Барбитураты, аминозин, некоторые антибиотики и сердечно-сосудистые средства. Таких немало. Также спровоцировать фотодерматит могут косметический пилинг, татуаж или татуировки, даже пусть и временные. А еще, как это ни странно, солнцезащитная крема. Так что перед покупкой такого средства внимательно читайте состав и консультируйтесь со специалистами, и пусть аллергия обойдет вас стороной. Берегите себя и будьте здоровы!